От вируса свиного гриппа в Ленинградской области зарегистрировано уже 4 летальных исхода, в том числе женщина 1961 года рождения Исландцевского района. Как проявляется свиной грипп и какова серьезность этого заболевания? Свиной грипп получил свое название в связи с тем, что изменение самого вируса антигенная данного штамма происходило с участием свиней. Вирус гриппа ежегодно претерпевает изменения. Вирус гриппа, который бывает у человека, может поражать еще птиц и свиней. Поэтому при контакте вот этих штаммов вируса могут происходить изменения. И, как правило, эти изменения происходят ежегодно. И поэтому название нового штамма происходит или от географической области, или конкретно там, где связано с животным, с которым это произошло. То есть вы слышали, есть птичий грипп, когда были задействованы птицы, есть свиной грипп, когда задействованы свиньи. И еще есть различные штаммы вируса, которые имеют географическое название, где они впервые были выявлены. Клинические симптомы свиного гриппа схожи с симптомами обычного сезонного гриппа. Высокая температура, выраженная слабость, мышечные боли, тошнота, рвота на фоне высокой температуры, вялость, но есть и небольшие особенности. В чем его отличие? Что очень быстро при поражении этим штаммом развивается поражение легких. Возникает пневмония, возникает отек легких. Это достаточно быстро может происходить. И если при других сезонных гриппах эти осложнения происходили на поздних стадиях заболевания, где-то там после пятого, на пятый, на шестой день, то при свином гриппе это может происходить уже на вторые, на третьи сутки, особенно у непривитых больных. Как получилось, что наша землячка не уберегла себя от свиного гриппа, а врачи, в свою очередь, не смогли ее спасти? Первое, что эта женщина сделала не так, она не привилась от гриппа. Прививка обеспечивает то, это стопроцентно, что у вас не возникнут осложнения. То есть грипп будет протекать в более легкой форме. Женщина первое, что она не привилась. Второе, там было позднее обращение к врачу. Женщина заболела 2 января. До 8 числа она не обращалась к врачу, она категорически отказывалась. Это как бы информация со слов родственников, что она даже отказывалась от вызова скорой помощи. 8 числа вызвали скорую помощь ей, что настолько ухудшилось состояние от госпитализации, которую ей предложили, она опять категорически отказалась. В общем, когда госпитализировали ее, это было уже крайне тяжелое состояние. Она уже просто когда не могла отказываться и сопротивляться, она поступила в реанимацию, но уже не смогли вывести ее. Как уберечь себя и своих близких от свиного гриппа? Какие профилактические мероприятия необходимо соблюдать? Ну, конечно, где большая скучность людей, желательно находиться в масках, пить какие-то общеукрепляющие средства, витамин С, стараться не перехлаждаться. Это общие рекомендации, здоровый образ жизни, то, что называется. Если произошел случай в семье, то, конечно, желательно, чтобы, первое, кто-то из членов семьи, только один ухаживал за больным. Если есть возможность, то надо больному выделить отдельную комнату, отдельную посуду обязательно, которую желательно мыть тоже отдельно от посуды всех остальных членов семьи. Дальше тот, кто ухаживает, конечно, находится в маске. Маски желательно менять каждые два часа. То есть вот такие карантинные мероприятия. Если нет возможности изолировать больного, за которым вы ухаживаете, значит, общение желательно с расстояния метра больше, близко не подходить. И, конечно, самое главное. При первых признаках заболевания обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Чем быстрее вирус выявлен и начато правильное лечение, тем быстрее человек станет здоровым и не получит никаких осложнений.